Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Жуков, это Kato.ru И сегодня у меня на обзоре необычный гаджет. Как обычно это у нас и бывает, простите за тавтологию. Итак, сегодня я буду рассказывать вам даже не про один, а про сразу два гаджета. Это графические планшеты от компании XP-Pen. Такой вот проводной Star 04 и его беспроводной братишка Star 05. Тоже очень клёвый планшет. И сейчас мы посмотрим, чем они отличаются, что в них интересного, хорошего и прикольного. Итак, Star 04. Планшет начального уровня, среднего класса, я бы сказал. И давайте я просто зачитаю характеристики, чтобы не ошибиться. Здесь всё в принципе предсказуемо, но нужно это озвучить. 9х6 рабочее пространство. Это почти лист А4, чуть-чуть поменьше. Это 2048 уровней нажатия. И сейчас расскажу, как это всё отрабатывает. Скорость опроса здесь 220 раз за секунду. Это немало, это хорошо для графического планшета. Здесь ручка, которая, ну вот я сразу же покажу, перо, которое не требует дополнительных элементов питания. То есть никогда не сядет батарейка, оно всегда работает, оно пассивное, так сказать. Окей. Здесь 4 клавиши программируемые. И кольцо, которое вращается, это можно использовать в различных сюжетах. Расстояние от пера до поверхности 10 миллиметров, когда ловится сигнал, это хорошо. Разрешение 5080 LPI. Хороший уровень. Не так давно флагманские планшеты могли позволить себе вот такое разрешение иметь. Сейчас уже средний класс. Вот такие планшеты, как Star 04, например. Есть две расцветки этого планшета, черная и белая. Все, что я могу вам рассказать про характеристики этого планшета, потому что здесь это неважное. Смотрите, как я поступил, когда мне планшеты пришли на тест. Значит, я сейчас рассказал вам про характеристики первого планшета. Через какое-то время расскажу про характеристики второго беспроводного. Ну, как я поступил. Проводной планшет я дал художнику. Художник рисовал картинки. я покажу вам, что получилось. Второй планшет я отдал фотографу, опытному профессиональному фотографу, который много снимает, много ретуширует. Сам тоже попробовал в деле именно второй планшет, беспроводной. Так вот, эти планшеты показали себя с хорошей стороны, и в принципе я сейчас не буду их сильно ругать, но есть несколько минусов, про них обязательно поговорим. Давайте вот собственно начинать сразу со Star 04 Pen, потому что этот планшет, он побывал в руках художника, на нем порисовали, в принципе и фотографы поработали, и что там внутри. Если открыть коробку, мы понимаем, что в принципе это, ну скажем так, очень богатая комплектация. Комплектация уровня люкс. Такая вот штучка, которая не даст вашему планшету повредиться во время перевозки, переноски. Отлично. Сам планшет, ой, и бумажки к нему. Мы сейчас к нему вернемся, я его пока отложу. Листочек прикольный. Обещают лишний месяц гарантии, если поставите лайк в YouTube, ВКонтакте или Facebook. Правильно делают, ребята. Ну собственно, ручка, стилус, подставочка для этой ручки. Давайте я просто покажу, уже собранный, не буду доставать. Вот так вот это выглядит. Вообще у XP-Pen, что у 04, что у 05, ручки одинаковые, подставочки одинаковые. Суть вот этих подставочек в том, что они не просто позволяют вставить туда стилус, пассивный, не требует батареек, повторюсь. Но он еще и двойной. Вот здесь вот 8 сменных насадок. То есть если жало сотрется, а это возможно, сейчас про это поговорим, то можно заменить 8 раз его, да, всего 9 получается в комплекте. Стираются они не быстро, поэтому хватит на все время. Дальше. Здесь есть специальное колечко, колечко, которое позволяет извлекать, собственно, это жальца из пера. Про перо поговорим обязательно отдельно. Здесь есть очень прикольная такая штучка, перчатка. Я вам покажу ее отдельно, когда буду распаковывать второй планшет. Она сделана для того, чтобы, ну, скажем так, не скользила рука, или лучше даже скользила по поверхности планшета, когда вы будете рисовать. Прикольная штука, подходит, кстати, для левшей или правшей. Проверял. Кабель USB, micro USB, обычный, классический, для того, чтобы подключать планшет. Две инструкции просто на русском, английском языках. Thanksgiving. Такая карточка с благодарностями за то, что вы купили этот планшет. Она просто идет в комплекте, она на русском, что очень и очень важно. Окей. В комплектации этого планшета разобрались. Убираем коробку и достаем вторую. Вторая коробка интереснее. Во-первых, здесь другой планшет, здесь 0,5, и это весьма интересное решение. Почему? Потому что, во-первых, здесь немножко другие характеристики. Он чуть-чуть поменьше. Половинка от четвертого ровная, 8 на 5 дюймов, 2048 уровней чувствительности, 230 раз в секунду опрашивает радиосистема планшет. То есть, получается, что по радио этот планшет должен работать лучше, даже чем предыдущая модель по проводу. Пассивная ручка. Есть 6 клавиш сенсорных. Очень прикольно. Они программируемые, но, в принципе, сами по себе выполняют задачи свои очень даже хорошо. Здесь есть кабель USB. Если решите подзарядить планшет, например, здесь аккумулятор встроенный сразу. 5080 линий. Разрешение LPI. Он беспроводной, еще раз повторюсь. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, собственно, опять такой же уплотнитель для безопасности. Сам планшет, он, кстати, невероятно стильно выглядит. Он очень крутой. Давайте я вам его вот так вот покажу, чтобы в резкости он был. Реально крутой планшет. Реально круто выглядит. Но сейчас про внешний вид мы тоже поговорим отдельно. Перчатка. Давайте все-таки ее вам продемонстрируем. Ну, а то, да? Говорю, говорю. Подозреваю, подозреваю, что вот, продевать ее нужно именно вот так. Так, вот как я сейчас надел на руку. Выглядит стильненько и позволяет держать ваше, соответственно, перо. Таким образом, чтобы было понятно, удобно. Кстати, на пере как минимум две кнопки. И вы рисуете. Рисуете, и все хорошо. Рука при этом по поверхности планшета не скользит. Ну, давайте я останусь в этой перчатке во время этого теста. Здесь есть такая же карточка с дополнительным месяцем гарантии. Опять же, две инструкции и диск. У этого планшета есть диск. Это неспроста. Здесь есть также маленький радиоприемник. Здесь есть такая штучка, которая, видимо, для провода нужна. И самое забавное, здесь есть вот эта вот штучка. Я, простите, что бумажкой шуршу. Котов привлекаю. Они тут у меня вокруг бегают, пока я записываю это видео. Так вот, здесь есть еще скрепка. Обычная пловая скрепка. Ну, сейчас она уже во многих смартфонах есть. Но вот к ней нас начали приучать именно в Apple. Эта штучка нужна для перезагрузки радиомодуля, если что-то подвиснет. Окей, достал. Достал, распаковал. Теперь давайте перейдем к впечатлениям. Начнем с вот этого планшета. Большого, почти что А4. Ну, чуть-чуть поменьше. Он хорош. Он отлично собран. Он выглядит прекрасно. Но недолго. Он не сломался ни в коем случае. Но, когда я рисовал... Знакомьтесь, вот эта вот манура. Она мне помогает сегодня делать этот обзор. Ну, манур пойдет сейчас куда-нибудь еще погуляет. А мы все равно продолжим говорить. Так вот, пока я его рисовал, пока художник на нем рисовал, здесь возникла такая ситуация. Сам планшет выполнен из такого недорогого, качественного пластика. Ну, то есть видно, что это не премиум. Видно, что это не самый лучший в мире пластик. Но при этом чистоту, порядок. Если вам нравится, чтобы ваша техника всегда выглядела, как только что из магазина, не ваш вариант. Не ваш. Другое дело, если вы относитесь к этому как к инструменту, все будет прекрасно работать. Просто вот эти царапинки, они появляются сразу. Они достаточно явные и глубокие. То есть реально перо царапает. Но и это не все. У пера есть маленькая особенность. У него есть вот это жало, и оно немножко подпружинено. С одной стороны, это неплохо. С другой стороны, в принципе, все, кто пробовал, я в том числе, ну, испытали определенные негативные чувства из-за того, что нужно дополнительно там нажимать на него. То, что неточное позиционирование пера, это знаете, как на дешевой ручке, у которой стержень чуть-чуть уходит, когда вы нажимаете. Вот здесь примерно такие же ощущения. Кнопочки не очень тоже информативные. Они легко и слишком нажимаются. Ну, это не здорово. Но в целом, само перо, наоборот, оно оказалось очень хорошо сбалансированным. Художник. Мы протестировали очень много планшетов. От Хуен, от Ваком, от Гениус. Разные, разные планшеты разных производителей тестировали. Так вот, ни разу перо не получило лестных отзывов от художника, с которым я работаю, который помогает мне тестировать уже несколько лет графические планшеты. Так вот, художник про это перо сказал, что оно отлично сбалансировано. Противовес могу сказать, что, ну, это самый дешевый пластик, который я видел. В перьях для графических планшетов. То есть, это одновременно минус. Ну, и, в принципе, плюс. Оно недорогое. Если сломается, наверняка можно будет у XP-Pen купить запасное. Оно не будет стоить дорого. Потому что однажды у Ваком пытался купить перо. Оно мне обошлось чуть ли не дороже, чем планшет. Постойко оно мне сломалось. Так что, с перьями можно неаккуратно. Они хорошие. А с планшетом тоже все хорошо. Но, вот, есть эта особенность. Особенность в том, что царапается поверхность. Сильно царапается. Еще одна важная особенность. Особенно для владельцев маков, у которых точно нету CD-ROOM-ов. Уже сейчас. Я не знаю, если такие, в общем, маки остались. С CD-ROOM-ами. Так вот. Ну, и маки, может быть. Диск в комплекте не идет. По одной простой причине. Драйвера встроены в сам планшет. То есть, вы подключаете, появляется внешний CD-ROOM. Оттуда можно установить драйвер для Mac, для Windows. И все начнет работать. Я рекомендую скачать драйвера с сайта производителя. Они там уже обновились. Они там периодически обновляются, кстати. И это и плюс, и минус. Без драйверов эта штука не работает. То есть, нужно обязательно ставить драйвера. Причем, драйвер для XP-Pen Star 04 и для XP-Pen Star 05, они разные. Да, видимо, здесь разная микросхема стоит. Значит, во время использования этого планшета не возникло никаких серьезных нареканий. Все ретачилось, все рисовалось. Везде планшет работал хорошо. Кнопки назначались, переназначались во всех операционных системах. Выглядело это все прилично. Никаких нареканий. То есть, хорошо работает. Выполняет свои функции. Для ретуши фотографий подходит как нельзя лучше. Для художеств есть вот эти вот сложности с этим пером, который вот проваливается, да, то есть подпружиненным. Странное решение. Может, кстати, из-за не совсем качественного пластика это сделано. Так, так получается. Так вот, в общем, есть определенный вопрос к перу. К планшету, к самому вопросов нет. Опять же, перо при этом самое сбалансированное. Есть вот эта вот штучка, так классно скользит. Вообще класс. Ну и достаточно большая рабочая поверхность. Подойдет даже для работы с мониторами высокого разрешения. Я пробовал с монитором с диагональю. Мне тут достался на тест 32 дюйма 4К монитор. Отлично все. Да, то есть, ну, вообще на самом деле вот 23-27 дюймов оптимальное разрешение для работы с этим планшетом. Наверное, будет. И вы не будете чувствовать никакого дискомфорта. Но, в принципе, даже вот с этим 4К монитором я не испытал каких-либо существенных сложностей. Задержек никаких нету. К чувствительности хорошо относятся. То есть, есть нажатие. Наклон не понимает. Но все-таки этот планшет не так дорого стоит. Поэтому вот TAR-04. Хорошее решение для новичков. Для тех, кто на достаточно крупном дисплее планирует обрабатывать свои фотографии. И с этим этот планшет справляется просто прекрасно. Можно еще на нем рисовать. В общем, хорошая такая рабочая лошадка, которая очень быстро приходит, к сожалению, в нетоварный вид. Вот это его главный основной недостаток. В остальном проблем нет. Следующая модель 05. Она интереснее. Во-первых, она поменьше. Рабочая площадь у нее поменьше. Это ровно половинка А4, А5. И вот тут я могу сказать следующее. Во-первых, пластик лучше. Выглядит он лучше. Планшет прям суперсовременный, суперкрасивый, суперкрутой. На нем, на его поверхности, полоски и черточки тоже остаются. Но уже не в таком огромном количестве. То есть, действительно, здесь более качественные материалы. По крайней мере, вот эта поверхность. Но хотя тоже остаются черточки. Просто не так заметно, как на старт-04. Поскольку здесь частота опроса выше, я рассчитывал, что этот планшет будет работать прекрасно. Еще лучше, чем четвертая версия. Но нет. Как только я подключаю его по проводу, он начинает заряжаться. Загорается классная лампочка. Все информативно, здорово и классно. Но есть сложность. Немножко подтормаживает. Возможно, из-за того, что я тестировал эти планшеты на только что вышедший, абсолютно новый, еще не оптимизированный Mac OS Sierra. High Sierra. Новая операционка Mac. Но могу сказать так. Вот я заметил лаги. При этом по проводу при подключении никаких проблем нет. Никакой разницы особой нет. Вот это 220-230 опросов в секунду. А между этим планшетом при подключении по проводу никаких проблем. При подключении по радио какие-то были проблемы. Но я подключил его к Windows-компьютеру и проблемы пропали при радиосоединении. Поэтому я подозреваю, что это драйвер. Я скачивал самый новый из сайта XP-Pen. Кстати, сайт на русском есть у них. И это прекрасно. Так вот, планшет работает на хорошем удалении при подключении радио. То есть можно с ним отходить на пару метров. Он работает достаточно долго. Я работал полный день. Вот посадил сначала художника рисовать, потом сам ретачил фотографии. Занял у меня это, ну, чтобы не соврать, наверное, часов 5. Так вот 5 часов он выдержал прекрасно и никак ничем не мигал. Никакой индикации не было, что типа я сажусь. А это не раскачанная батарейка, только-только-только-только, которую взял в руки. Поэтому здорово. Я считаю, что это здорово. Клавиши все сенсорные, они переназначаются. Это очень удобно. Здесь вот есть кнопочка перезагрузки радиомодуля. Для этого нужна скрепка в комплекте. Здесь Wi-Fi можно отключить on-off для того, чтобы не сажать батарейку. Планшет выглядит просто классно. Вот реально. Вот если бы мне его дали, я бы сказал, знаете, ну, какой-нибудь там А-бренд. Там, о, новый А-бренд выпустил какую-то новую штуку. Что тут нового есть? Прикольно, прикольно, классно, здорово. Единственное, понимаешь, что это не А-бренд все-таки, да, а относительно такого среднего уровня решения, когда начинаешь рисовать, и остаются вот эти черточки на поверхности. Чтобы, вот смотрите, я на нем поработал, ну, получается, ну, на нем вместе в общей сложности поработали 7-8 часов. За это время здесь появились царапинки. Такого же уровня царапинки у меня появились примерно через 3 года использования Wacom Intels. Вот, чтобы вы понимали, насколько, да, здесь есть и беда, и радость. Соответственно, могу сказать про этот планшет тоже только приятное, за исключением того, что, ну, видимо, с драйверами была какая-то сложность. Были определенные сложности с коннектом, с опросом, со скоростью опроса. Именно при радиоподключении по проводу все потрясающе прекрасно. Он легкий, компактный, удобный, и, ну, понятное дело, что все тестировалось в Photoshop, в Illustrator, в каких-то приложениях для рисования, если я не ошибаюсь, от Autodesk. И я впервые про недорогие планшеты получил абсолютно позитивные отзывы, как от художника, так от ретушера. Понятное дело, что, ну, тот же наклон, например, не понимает, ну, и это деньги совсем другие. То есть, если это первый ваш планшет, если вы хотите понять, что такое графический планшет, не надо покупать за какие-то безумные деньги топовые планшеты. Очень многие фотографы покупают себе планшеты, графические, дорогие, безумно, и либо находят себе ретушера, либо просто разочаровываются в ретуши и бросают все это дело. Поэтому планшет недорогой, возьмите для того, чтобы познакомиться. Скорее всего, он останется с вами надолго, будет прекрасно работать. Здесь отличная комплектация, классное перо, не нужно никаких батареек, не нужно никаких историй с постоянным обновлением батареек, да, перезарядкой и прочим. Да, беспроводной планшет надо заряжать, но, опять же, он очень долго держит. Проводной так прекрасно работает, совсем недорого стоит. Очень высокая разрешающая способность, очень, ну, скажем так, хорошая чувствительность к нажатию. Позитивные отзывы как от ретушера, так и от художника. И это планшеты XP-Pen Star04, Star05. Меня зовут Андрей Жуков, это katot.ru. Ставьте обязательно пальцы вверх, комментируйте, пишите что-нибудь в комментарии, можно гневное. Это позволит ролику получить больше просмотров, и, соответственно, весь ваш позитив или гнев, они уйдут мне в пользу. Поэтому давайте быть друг другу полезными. Со мной были мои коты, наверняка вы их слышали, видели весь этот ролик. Никуда от них не могу деться, но уж очень хотелось записать этот обзор. До новых встреч!